С недавних пор, как с недавних, с достаточно давних, я уже давно знал о том, что выйдут эти чашки. Просто смотрел на них на рендерах и не понимал, нахрена они в принципе нужны, да? Потому что как бы есть то, что работает, есть то, что прикольно выглядит и выпускать вот это было, по моему мнению, достаточно странным решением. Но, если на рендерах они выглядят странно, то сейчас, когда я держу их в руках, они выглядят своеобразно, очень даже неплохо и мне они нравятся. Это Мун 2.0, вышли совершенно недавно, выглядят вживую они гораздо лучше, чем на картинках. Да, понятное дело, что и сейчас, возможно, через камеру вся их прекрасность, красотища и прочее-прочее не передается, но я вам говорю, ребята, то, что нужно подержать в руках. И для того, чтобы вы могли это сделать, мы с Мунами совместно разыграем парочку таких чашек. Смотрите, условия все будут в описании. Кто-то один у нас получит вот чашечки великолепные 2.0 от Муна. Сколько именно и каких, будет все написано в описании. Кстати, у нас вот Муна это наши партнеры, спасибо им большое, спасибо Бруско, потому что тоже наши партнеры. А еще на сайте концептик дизайн и японахука у нас есть скидка на 10% по промокоду Ваня Забей. Если что-то вдруг вам понравилось, то можете обязательно взять и все будет как бы прекрасно. Суть вот какая. Почему именно, вот на мой взгляд, я опять же, я не спрашивал у ребят, зачем, почему и что. Не смотрел, даже если у кого-то уже есть подобные видосы о том, что такое Мун 2.0 и так далее, когда вам рассказывают, ой, блядь, это охуенно. Наверное, все-таки все это было сделано, потому что очень много сравнивают ребят, будем называть фирмы своими именами, да, много сравнивают с облаком. То есть типа фанелы от Мунов по стилистике чем-то похожи на облако. Чем-то вот, допустим, их турки, гранды и прочее-прочее похожи на другую фирму, на колосы. И, соответственно, вот этот вот внешний вид, который у нас есть сейчас на данный момент, он создает какую-то отличаемость бренда от всех остальных на рынке. То есть типа есть свой какой-то рисунок, сверху черная глазурь, снизу добавляется цвет. И это выглядит очень даже неплохо. То есть, несмотря на то, что турка у них одна из самых лютых пекарей, которая есть, так же как и гранды. Но вот у меня есть гранд в глазурь, есть турка в глазурь, скажу вам так, они не сильно отличаются от того, что есть сейчас. То есть по прогреву они такие же непривередливые, но нужно быть аккуратнее, потому что в любой чашке можно спалить все куям собачьим, если быть неаккуратным. Второй момент. Я при самых первых тестах чашек Мун сказал то, что очень сильно не хватает накатки, чтобы колодка не скользила. Я все колауды убрал, блядь, так бы показал. То есть теперь, когда у тебя стоит чашка на колауде, здесь у нас глина и колауд не так сильно елозит, так как елозил на глазурь. То есть по сути ребята провели работу над ошибками. Плюсом ко всему я у них видел недавно, что когда вот эта вот штучка делается, когда проверяются чашки, они проверяются на кольяне, как садится нормально или нет. Потому что у ребят были все такие моменты с пейзанской падающей башней, с чашками. У меня даже есть один такой фанел, который стоит на кольяне вот так. По громовке и вместимости это не сильно отличается опять же от классической линейки Мун. По прогреву и длительности покура практически такая же история, только за счет глазури, да, время покура там 5-7 минут меньше. За счет того, что теперь это чашки, которые выжигают вашу смесь в сухарик. Если вам подобные истории интересны и нравятся, можно принять участие в конкурсе, выиграть такие чашки. Если не хочется испытывать судьбу, то как бы можно эти чашки найти. Они сейчас поступают в продажу по России. Это не может не радовать. То есть действительно Муны за последний год забрались достаточно высоко и далеко и появляются очень много где. То есть их реально можно уже купить чуть ли не в каждом шопе, который вы знаете. Так как раньше продавалось везде облако, сейчас продается Мун. Я бы на самом деле взглянул бы на что-то новое от Мунов, потому как пол чашек у них достаточно уверены, хорошие. То есть вариация выбора у них есть. Хотелось бы что-то еще. То есть какую-то новую форму, либо же какую-то там, пускай ту же самую турку, но в другой вариации. Или что-то типа апгрейды, чтобы они выпустили. Чтобы выпустили как раз таки вот в такой стилистике. Было бы интересно понаблюдать. Я просто искренне надеюсь на то, что ребята первую версию своей чашки никуда не уйдет. А на то, что она будет выпускаться, потому как расцветок там ой-ой-ой. То есть можно индивидуально выбрать практически все, что тебе нравится. То есть вот сегодня у меня много чашек Мун. Я полез искать сет под кальян, чтобы смотрелось красиво. Какую-нибудь зеленую. И я ее нашел. Любой цвет, который тебе приходит в голову, скорее всего он есть у ребят. Вот. Сравнивать их с остальными брендами, типа якобы это что-то на что-то похожее. Ребят, сравнивать внешний вид и то, как это курица. Ну типа сорян. Если вы говорите про то, что типа Мун нам нализывают. Да слушайте, не особо. Я скажу так, что у Облака тоже неплохие убивашки. И у Колосов хорошие убивашки. То вот если смотреть на полку, концептик неплохий. Япона, господи, кто еще там есть-то у меня. Таргет, РФ, несмотря на то, что у меня течет. У Биг Макса неплохие чашки. Здесь дело не только в этом. Тут проблема в том, что эти чашки используются чаще всего. То есть типа это уже о чем-то договорит. На самом деле у Мунов все прекрасно как рассвет. Они стараются, они прислушиваются. Опять же, когда сказали, начали давать пиздюлей за вот эту накатку. То, что заебал колаут уже просто соскакивает с чашек. Ребята такие, а почему бы и не сделать? Взяли и сделали. И это не может не радовать. По цене. Насколько я знаю, типа они отличаться будут, даже если будут, то не особо сильно. То есть это не особо дороже будет обычной основной линейки. Мун, если вы это смотрите, давайте ебанем коллабу. У меня есть интересная форма, которую я вам могу предложить. Вот. В остальном, как бы думайте сами, решайте сами. Мне этот внешний вид нравится уже немножко больше даже, чем первая редакция. Но в первой редакции чашек есть сумасшедший выбор цветов. И охренительные вот такие вот расцветки, когда полуглазурь, полуглина. Мне это нравится. На этом, я думаю, можно в принципе заканчивать. Брать ли вторую версию Мун? Да, однозначно брать. Если не хочешь покупать, у тебя есть шанс выиграть эти чашки. Смотри условия, они все есть в описании. Там же мои инстаграмы, телеграмы, все чатики, куятики, аукционы кальянов, которые проходят. Иногда, да, сейчас очень редко проходят у меня в лайв-канале. Если тебе интересно, ты можешь перейти и посмотреть, что там есть. Может, для себя что-то интересное выберешь. Вот. Тебе спасибо за просмотр. И как всегда, по нашей старой, доброй, сложившейся традиции мы с тобой увидимся где? Правильно, в следующем видосе. Субтитры создавал DimaTorzok